И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новому игровому видосу, новой игровой пушечке, на которую сегодня у нас будет небольшой обзорчик, это магнум на хоппере, магнум с устройством на пробитие, тот самый устройство, которое у нас было в челлендже, который у нас еще длится, первый мартовский челлендж И сегодня я решил его потестировать, записал две такие неплохие каточки, попытался выжать максимум, я конечно на магнуме давным-давно не играл и не совсем грамотно понимаю, как можно его реализовать на хоппере, не совсем привычно, но я думаю, что если поиграть на нем подольше, то возможно через время у меня уже будет получше все это дело получаться Но если сказать вкратце, то очень интересная комбинация вооружения, которую можно грамотно реализовывать не только в регби, но и в других режимах в матчмейкинге Хоппер, ну по факту является изначально уже сразу лучшим корпусом для игры в матчмейкинге, как по мне Ну а магнум с пробитием, с тем учетом то, что от пробития довольно мало иммунитетов в матчмейкинге, имеет тоже смысл быть Понятное дело, что здесь вы можете пробовать использовать и другие пушки, но для тех игроков, которые являются любителями магнума и любителями каких-то таких интересных вооружений, а не игры на условной жиге, как это я например привык делать И кто например имеет магнум, не имеет другие пушки, может присмотреться к этому замечательному вооружению Да, есть проблемы с уроном в упоре, не все так эффективно и не все так круто работает, не всегда удается наносить большое количество урона Но в общем и целом за счет пробития можно как саппортить своим тиммейтам, то есть наносить пробитие и ваши тиммейты будут работать, добивать, так и самому пытаться накидывать большое количество демеджа И за счет этого получать киллы, получать опыт, ну и в дальнейшем конечно же довольно таки неплохие кристаллы за бои получать Что касаемо непосредственно данного боя, то на своих экранах вы видите полигон, регби, запикался не в самое начало данного боя Соответственно не максимально сконцентрировано и по овердрайву грамотно начался для меня лично этот бой, проигрываем 0-2 Но что касаемо моих очков, что касаемо самой пушки, адаптация потихонечку происходит и я потихоньку уже сам начинаю понимать как можно использовать грамотно это вооружение Здесь важна очень ваша меткость и накидка постоянного урона Лучше конечно по нескольким танкам, то есть один с пробитием, другим сплэш уроном Плюс урон сплэшовый с данной артой заходит довольно таки неплохой Резистов от магнума сейчас в большом количестве не имеется Ну и понятное дело, что за счет хоппера в таких вот моментах, когда вы просто прожимаете овердрайв, у вас есть возможность очень легкой и быстрой доставки Понятное дело, что если бы пробитие наносилось бы на все те танки, которые вы непосредственно дамажите То есть например бы сплэш уроном в стенку стукнули, 150 урона прилетело игроку и нанеслось бы пробитие Это было бы вообще лютейшая имба Но такой возможности мы не имеем Соответственно все что мы можем иметь это пробитие по тем танкам, по которым вы попадаете четким выстрелом Но здесь есть тоже свои нюансы Не всегда проходит этот самый урон с пробитием Ну вернее урон сам проходит чаще всего, а пробитие не накладывается Но бывает и что вообще даже и урона самого нету Но у меня, не знаю, из тех видосов, что я играл и из тех боев, что я играл на магнуме, с уроном было все в порядке Хотя есть большое количество игроков, которые в этом плане жалуются и говорят, что урон зачастую не проходит И соответственно, ну уже как-то играть так сильно не хочется на подобных вооружениях По крайней мере в этом бою не получилось грамотно как-то выиграть его Что касаемо киллов и возможности реализации этого магнума То я для себя понял, как это можно делать Как можно быть полезным для команды Но одно, хотя может даже не одно из недостатков этих всех устройств с пробитием То, что чаще всего они являются все-таки таким вспомогающим элементом Это не те устройства, на которых вы в соло можете все делать То есть вы наносите пробитие, зачастую вам помогают тиммейты Если вам тиммейты не помогают, то ваша эффективность уже не будет столь успешной И вы не будете на постоянной основе столь полезным Ну если вы, конечно, не играете, например, на фрезе с пробитием Там можно грамотно использовать его и самому в соло Ну и также можно, например, на том же молоте грамотно его использовать Ну а так в большинстве своем все устройства на пробитии Они являются больше таким вспомогающим элементом Бой, к сожалению, первый мы проиграли Но я, наверное, для себя не отчаялся Потому что я, как уже сказал ранее, не являюсь профессиональным игроком на Хоппер и Арте Потому что Хоппер абсолютно сильно меняет Магнум За счет того, что вы находитесь на другой высоте И за счет того, что у вас парирующий корпус Все эти углы чувствуются совсем по-другому А Магнум это та пушка, на которой нужно четко знать, сколько вам надо выдать урон Не урона, а самой мощности, да, пушки То есть сколько процентов вам надо кинуть Плюс это 12-ти градусная арта И, ну, я все-таки не являюсь столь жестким профессионалом данного Магнума Потому что не играю на нем на постоянной основе Если бы играл больше, возможно, для меня эти вещи были бы абсолютно ерундой Да, я бы знал бы, как и сколько мне в каких ситуациях надо давать Но это дело времени Понятное дело, что если я в дальнейшем буду на этом вооружении поигрывать Возможно на стримах, возможно еще где-то То у меня будет получаться лучше Но, что касаемо данного боя, да То есть если мы предыдущий проиграли И, ну, у меня остались какие-то такие Не совсем позитивные ощущения, да По поводу пушки Ну, знаете, у меня всегда такое бывает, что Я играю на какой-то пушке И понимаю, что, например, вот если бы у меня была бы Ну, в данной ситуации не Магнум, да А была бы Жига То я бы сумел бы реализовать ее лучше Да, и в такие моменты мне кажется, что Да, блин, а зачем я вообще на этом Магнуме тогда играю Если Жига здесь бы могла бы раздамаживать прям по-конкретному Но то был полигон Теперь у нас Серпухов Здесь мы уже ведем 2-0 Что касаемо самого боя Здесь вроде как получается все лучше Скиллами, конечно, не идет все так very wonderful Но свои Магнумы с пробитием уже залетают намного-намного эффективнее Если еще со мной бы, например, в группе кто-то был И я бы, например, сказал бы инфу в конфе Что вот, например, там Викингс на пробитии Можете его быстро слить То это бы вообще идеально работало Но даже без данного учета Все-таки я бы отдал бы Магнуму именно предпочтение на больших картах Где игра с той же Жигой является более сложной А вот использование, например, такой дальнобойной пушки как Магнум Это дефолт, который можно легко, грамотно, качественно реализовать Но, как уже я уже сказал Нужно немножечко времени для того, чтобы привыкнуть Чтобы не было каких-то нелепых Магнумов Которые там летят не по противнику, а летят куда-то мимо Но иногда вот такие вот по 3600 залетают в Титанчика с пробитием Ну прям вообще шикарные Когда у меня такие выстрелы летят Я просто сижу и думаю Вот это я понимаю пушка С которой можно просто такие вещи творить Такие уроны закидывать Но не всегда, не всегда такое получается сделать Три с половиной минуты остается до конца боя Полбоя сыграно Мы ведем 2-0 Понятное дело, что это уже попахивает легчайшей победочкой Тут уже как бы полет И то, что я еще заметил Что здесь вот в воздухе можно очень шикарные Магнумы накидывать Прям вообще великолепные Это настолько круто работает Что вы выпрыгиваете, например Я не знаю, как это работает, конечно, с кризисом Но с обычными дронами Если смотреть именно на них С обычными дронами Когда вы выпрыгиваете У вас есть пару секунд На четкий, грамотный выстрел по противнику И, возможно, за счет этого выстрела Вы уничтожите тот танк, например, который будет стоять на точке Вы уже выпрыгнули Накидывали этот выстрел И Часто очень бывает, что на точках, например, стоит Мамонт Мамонт с овердрайвом Вы выпрыгиваете в тайминг Сливаете этого Мамонта Соответственно, он не может Никаким образом уже вам помешать А то часто бывает, что вы прыгаете Овердрайв Мамонт прожал Все, вы, короче, сидите здесь такой И думаете, блин, зачем я прожимал овер Он меня просто взял Схавал, нагнул И все И джи-джи А здесь Хоп Прыгнули красивенько Целили танчик Доставили Максимально просто, эффективно и грамотно Работает данная комбина И Именно такие моменты В дальнейшем Заставляют брать тебя Другие пушки Ну, для меня, например, это Магнум На котором я раньше не играл И уже Такая пушка в дальнейшем Вносит свои определенные коррективы Интересы И Хочется больше использовать их Нежели играть на постоянной основе Только на какой-то определенной Одной пушечке Ну, а что касаемо этого боя 3-0 Да, как бы здесь говорить нечего Полторы минуты до конца Железная, как уже я говорил ранее Стопроцентная победка Да По Магнумам С пробитием Есть свои нюансы И даже в этом видеоролике Где-то я наносил урон Но пробитие там не наносилось Я В связи с тем, что Записывал, можно так сказать Этот фрагмент Не в прямом эфире Не так сильно горел И обращал на это внимание Пытался все-таки сконцентрироваться на игре И показать лучшую игру на Магнуме А то бывает, что В игровых видеороликах Ребята возмущаются Что типа там Ну, не показан максимальный там Скилл, максимальный уровень моей игры И все в этом духе То бывает иногда В тех вооружениях, в которых я, например Ну, не прям дико жестко уверен И не дико много играю И знаю, что и как их реализовывать Лучше и комфортнее для меня Показать свой максимум Да, и попытаться Покидать урон А потом уже Записать, можно так сказать Разговорную часть И обсудить все Что у нас происходило В подобных сражениях Ну, а здесь 20 секунд до конца Очередной прыжок И я уже думал Что там будет доставка легкая Но, к сожалению Этой доставки не было Поэтому катка закончится Со счетом 3-0 3-1 вернее С не совсем положительными до конца эмоциями Потому что Работа пушки Интересна Но Не везде Можно грамотно и качественно Использовать подобные вооружения Да За счет корпуса Например, в данном случае Это работает максимально круто И максимально эффективно То, что вы можете как бы прыгнуть Быстро там доставить И корпус вас Ну, просто вытянет Вы там можете даже Грубо говоря Без пушки играть Но В других ситуациях Да Возможно в других режимах Можно еще лучше использовать Данный магнум с пробитием Но в регби Вот как-то так Можно покатать Если у вас есть И вы прошли челлендж Такой магнум То я бы вам Посоветовал бы Акцентировать свое внимание Не только на регби Да На хопер Но и на Условную Осаду Осаду Контроль точек Да Вот те режимы В которых Большинство игроков Играет На титанчиках Там На всяких вот таких вот Корпусах Которые там Куполы ставят И все прочее Да И там вы как бы Уже будете наносить Это пробитие Оно будет больше Чувствуется как импакт Возможно Не так прибыльно Это будет работать По очкам Но в плане Хелпа Помощи Саппорта Это будет работать Максимально эффективно Поэтому друзья Все любители Магнума Рекомендую Присмотреться К этому устройству Поптестить Посмотреть Почекать Я записал Еще один видеоролик С этой замечательной пушкой Но Получилось круто Да Получилось круто На другом корпусе Другие режимы Но я не знаю Когда правда Честно говоря Выйдет Тот Самый Замечательный видеоролик Возможно Это зависит От того Насколько Вам Будет По активности Интересен Непосредственно Этот видос Поэтому Если вам понравилось То поддерживайте Данный видеоролик Пайком Подписка на канал Мне будет очень приятно Ну а с вами Мистер Ванька Всем друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока